Огромный станок срезает тончайшую стальную стружку. Это один из этапов создания ядерного реактора. На Подольском машиностроительном заводе собирают энергоблоки для самого мощного в мире атомного ледокола Арктика, которому еще предстоит выйти в море. Условия работы реакторов гораздо сложнее. Они работают в условиях моря, где могут быть шторма и так далее. Поэтому здесь требования к качеству сварных соединений к самому изделию на порядок выше. Проект нового реактора «Ритм-200» разработали в конструкторском бюро Нижнего Новгорода. Собирают подольские специалисты. Для этого пришлось много экспериментировать и создавать технологии с нуля. Аналогов в мире нет. Один из самых сложных процессов – наплавка специальной стали на корпус будущего реактора. Сначала вручную сваривают швы. Затем внутри по всей поверхности наносят специальный металл слой за слоем. Главное условие – непрерывность и постоянный нагрев до 250 градусов круглые сутки. Мы говорим о крупногабаритных изделиях, то данные циклы происходят более чем несколько недель. И объем наплавных материалов достигает более 10 тонн. За счет этого стенки будущего реактора становятся легче и прочнее. Позже поверхности начистят до зеркального блеска. Реактор прослужит 40 лет. Затем его можно будет модернизировать. Точность выполнения всех деталей до миллиметра. Допуск к таким работам имеют специалисты высшей категории. Наплавка осуществляется в несколько проходов, в несколько слоев. Сначала ведется на горячую, по горячей. А потом ведется с плакированной уже на холодную, даже с остыванием. Реактор «Ритм-200» специально создан для работы в условиях Крайнего Севера. Освоение Арктики – один из самых масштабных проектов страны. Лед тронулся. Ведется активная разработка месторождений углеводорода в Северных морях. Новый ледокол «Арктика» сможет водить за собой суда и танкеры в течение 7 лет без подзарядки. А тепла, которое он будет вырабатывать, хватит на обогрев целого города в 300 тысяч человек. Энергоблок из двух реакторов на атомоход планируют установить в декабре этого года. Это заготовка в верхней части реактора. Там внутри будут происходить термоядерные процессы. Главная отличительная особенность реактора нового поколения в том, что и система охлаждения также будет помещаться внутри этого корпуса, а не располагаться снаружи, как это было раньше. За счет чего сердце нового атомного ледокола станет гораздо компактнее и мощнее. Ледокол «Арктика» – первая ласточка, головной образец, на создании которого уже несколько лет работают конструкторы и инженеры Балтийской судоверфи. Его планируют ввести в строй в конце 2017 года. Будущий порт приписки – Мурманск. После чего атомоходы нового типа выйдут в серийное производство. В планах создание еще двух аналогичных ледоколов «Сибирь» и «Урал». Роман Паршинцев, Артем Дюнзе и Роман Иванов. Телеканал «Звезда». Роман Паршинцев, Артем Дюнзе и Роман Паршинцев, Артем Дюнзе и Роман Курганск.